Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую немаловажную тему, как найти первую работу программистам. На моем канале 70% подписчиков, а то возможно и больше, еще не работают в IT-сфере. Кстати, напишите в комментарии, если вы все же вдруг работаете в IT-компании, кем и на какой позиции. Поиск первой работы – это действительно интересный процесс. У кого-то получается устроиться с первого раза, у кого-то с десятого, но всегда главное идти до конца. Все знают, что сейчас программирование – это супервостребованная и супероплачиваемая профессия. Но немногие знают, что вакансий для начинающих очень мало. Все работодатели хотят, чтобы к ним сразу пришел человек, который уже что-то умеет. Вакансий на позицию джуниор-разработчика действительно мало, и конкуренция здесь прям очень-очень-очень большая. При поиске первой работы мы встречаемся с проблемой курицы и яйца. Ведь, как известно, везде требуются люди уже с опытом работы, а опыт можно получить только при практической работе. Разрешить это противоречие можно, только создав такие условия, при которых работодателю будет выгодно вас нанять. Итак, в чем выгода работодателя? В том, чтобы нанять недооцененного человека, обладающего хорошей базой, то есть это теоретической, практической, в другой сфере работы, возможно, языковой, мотивационной и интеллектуальной. Именно для нахождения талантов и отсева всех остальных, компании проводят IT-курсы, интернатуры, обучающие программы. Они условно инвестируют 1000 долларов в обучение человека, чтобы со временем заработать на нем гораздо-гораздо больше. Инвестиция в интернат может очень хорошо окупиться через пару лет. Давайте немного поговорим про алгоритм поиска первой работы программистам. Первый вопрос это, когда нужно начинать поиск работы. Если вы еще учитесь, но уже владеете какими-то основами, то уже самое время начинать. Если вы выполнили ряд практических заданий, у вас уже есть, что рассказать и показать, например, какое-то портфолио, не надо ждать того момента готовности, он действительно никогда не наступен. Самые упорные находят первую работу на одной мотивации без каких-либо знаний. Главное, что важно работодателю на данном уровне, это способность учиться и быстро понимать, а также высокая мотивация. Не пренебрегайте работой в маленьких компаниях, зачастую там вы сможете приобрести необходимый опыт, быстрее, чем в крупных. Перейдем дальше. Недавно я нашел очень хорошо построенную структуру поиска первой работы. Здесь идеально показана вся схема и все шаги, которые необходимо пройти. Давайте на этом примере пройдем и наш путь. Первое – это понять, в каком направлении вы хотели бы работать. Это может быть десктоп-приложения, серверные приложения, мобильные платформы, системное программирование, разработка игр. В нашем случае мы выбираем веб. Не зря же вы смотрите канал Web Developer Blog. Второе – это понять, в какой специализации вы хотели бы работать. Раз мы выбрали веб, то у нас есть несколько вариантов. Это фронтенд – это написание интерфейса сайта, всего того, что пользователь видит своими глазами. Ну и также бэкэнд – это написание серверной и бизнес-логики сайта или веб-приложения. К примеру, здесь мы определяемся и останавливаемся на фронтенде. Вы, конечно же, можете для себя выбрать и бэкэнд. Третий пункт – это понять, какие навыки требуются для выполнения необходимой работы. Для нас это HTML во фронтенде, CSS в первую очередь. Научиться верстать сайты с нуля. Далее перейти в JavaScript. Определим, допустим, что нужно выучить определенные библиотеки или фреймворки. К примеру, Angular, Vue или React.js. Далее перейдем к четвертому пункту. Вы должны найти все учебные материалы, курсы, интернатуры, книги, рекомендации для получения необходимых минимальных навыков. Возможно, вам будет проще пойти на оффлайн-курсы в какую-то школу программирования, так как там вы попадете в сообщество людей, которые с вами на одной волне. В таком случае у вас будет и нетворкинг, и общение с экспертами, у которых вы сможете спросить совет или помощи. Пятый пункт – это пройти весь путь обучения. Запастись определенным опытом, полученным в процессе выполнения практических заданий. Самый лучший метод – научиться что-то делать, пытаться это сделать любой ценой. Если вы учитесь на фронтенд, начинайте с реализации простых сайтов и веб-приложений. Далее усложняйте и делайте все уже на фреймворках с более интересными решениями. Потом у вас возникнут вопросы о структуре данных и ООП. И это будут очень хорошие вопросы. Научиться верстать сайты на самом деле очень просто. Как пример, вы можете это сделать благодаря практическим урокам у меня на канале. Здесь вы можете видеть сразу два курса. Пройдя данный курс, вы уже получите хотя бы минимальное понимание того, какие действия вам нужно производить, чтобы, допустим, получить сверстанный сайт. Ну и последним шагом – это пробовать точку входа. Как вариант, это может быть удаленная, возможно, даже поначалу неоплачиваемая работа. Это может быть фриланс-биржа. Знакомый фрилансер может отдать вам свой несложный заказ за небольшие деньги или вовсе бесплатно, но с тем условием, что он вам укажет на ваши ошибки и даст обратную связь. Также это могут быть IT-компании, набирающие людей на оплачиваемую либо неоплачиваемую интернатуру, после которой возможно трудоустройство. Если все сложилось вообще отлично, то лучшая точка входа – это уже собеседование в компанию. Давайте немного поговорим и про собеседование. Скажу сразу, не ждите того, что вас возьмут с первого, а то и третьего раза. Никогда не расстраивайтесь от результатов и не загоняйте себя в депрессию. Будьте готовы к отказам, они развеют ваши иллюзии о самих себе и рынке труда. В любом случае на собеседовании вы сможете показать себя компанией, и возможно вам скажут прийти через пару месяцев, когда вы выучите какие-то необходимые технологии. И это будет очень хорошо. В любом случае это будет ценнейший опыт, который вам очень пригодится. Хороший совет, приходя на собеседование, настраивайтесь, что это не вас тут оценивают, а вы пришли понять, подходит ли вам компания, нравится ли вам здесь работать, хороший ли коллектив и так далее. Окружите себя именно вот такими мыслями. В противном случае вы будете считать, что вас экзаминируют и сидеть с трясущимися коленками. Все-таки вы эксперт-специалист, начинающий, но уже специалист. И вы тоже собеседуете работодателя. Интересен ли проект, на который вас кинут, какие у него перспективы, как выглядит рабочее место. Вы чуть-чуть меняетесь местами, и работодатель уже мыслит по-другому. Человек себя ценит, надо и нам теперь его убедить, что компания достойна его присутствия. Это на самом деле очень важный фактор. Ну и что хотел бы сказать еще, на первую работу соглашайтесь на любых условиях. Это ваш билет в развитие. Обучаясь дома месяцами, вы не сможете оценить глубину ваших навыков, знаний и получить реальный опыт. А вот начать работать чуть ли не за бесплатно, и при этом развиваться куда более быстрый путь. В целом у меня на этом все. Все, что я хотел донести, я рассказал. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok